Итак, всем привет! Сегодня поговорим о слайд-шоу. Раньше для создания слайд-шоу я пользовался более серьезными программами, это отнимало очень много времени, но что важнее, это абсолютно ненужные действия. Очень важно понять, что при создании слайд-шоу главная задача это показать самые яркие, самые ценные кадры со всей свадьбы под приятную музыку, которая максимально близко подходит под характер молодожен, под характер прошедшей свадьбы. Здесь абсолютно не нужна никакая сложная режиссерская работа, не нужны никакие эффекты, спецэффекты, красивые, необычные переходы и прочее. Если вы посмотрите слайд-шоу самых дорогих свадебных фотографов мира, то увидите, что в большинстве случаев слайд-шоу максимально простые. Задача слайд-шоу не испортить фотографию. Работа на слайд-шоу начинается с программы фотомеханик, увеличиваю фотографии так, примерно, чтобы они были 4 в ряд. Так как получается, что я только что закончил обрабатывать свадьбу, я уже примерно помню, какие здесь фотографии мне нравятся. Просто просматриваю здесь, те, которые нравятся, я с контролом выделяю их. Что удобно, что вот здесь внизу пишется, сколько я выбрал фотографий. Обычно я стараюсь подбирать песни около 3 минут, и примерно около 45-50 фотографий. То есть все самые яркие, самые красивые фотографии со всего дня. После того, как я выбрал здесь порядка 45-50 фотографий, нажимаю правой кнопкой, здесь есть Copy Select Photo, нажимаю Copy, и он меня спрашивает, куда. То есть создаю папку, копирую туда фотографии. Фотографии для слайд-шоу специально копирую в отдельную папку, потому что как фотографии для слайд-шоу, так и фотографии для фотокниг проходят дополнительную обработку. То есть какая-то более интенсивная ретушь, убираю какие-то ненужные детали, дополнительную цветокоррекцию, что-то еще, какие-то мелочевки, все доделаю. Потому что слайд-шоу и фотокнига – это как итог вашей работы как фотографа, на мой взгляд. Ну, особенно фотокнига. Доделав фотографии, загоняю их в Lightroom и открываю здесь. Для создания слайд-шоу я использую фотографии, которые лежат у меня в папке для печати. Фотографии в папке для печати, они не отличаются от такой резкости, как фотографии в папке для просмотра, чтобы не вылазило никаких косяков при печати. Плюс еще сам Lightroom, скажем так, не идеально по сравнению с профессиональными программами для слайд-шоу, выводит видео. Поэтому у меня есть пресет, называется слайд-шоу. В пресете там всего две настройки. Там немножечко подвинуто клирити и добавлена резкость. То есть усилена резкость, чтобы фотография в слайд-шоу была почетче. Но здесь обязательно все по вкусу. Не факт, что вашим фотографиям необходимо будет добавлять здесь резкость. Может быть вы фото для печати делаете резким. Если здесь добавите, так же, как я, возможно, у вас будет не очень хорошо выглядеть. Поэтому, когда сделаете слайд-шоу, обязательно посмотрите его на компьютере, обязательно посмотрите его на телевизоре, на наличие резкости, как все это проявилось. И тогда уже спокойно будете знать, надо ли, не надо вашим фотографиям добавлять резкость. Вкладка слайд-шоу. Здесь все по-нерусски и очень много всего. И это часто пугает, ребята, они отказываются от создания слайд-шоу в Lightroom. Но сейчас разберемся. Тут на самом деле все очень просто. Здесь сбоку я открываю вот эту вот вкладку. Беру последнюю. То есть тут есть разные типа как заготовки, но они все корявые по сути. Но проще всего начинать работать, на мой взгляд, именно вот с этой. Есть Crop to Fill. То есть она подгоняет кадр под размер телевизора. Под размер 9х16. Но здесь какие проблемы? Для горизонтальных фотографий в принципе терпимо. То есть можно в крайнем случае подвинуть ее немножко, чтобы там нужные детальки показать. Для вертикальных все намного хуже. То есть вся вертикальная фотография превращается в одну большую. И еще чуть позже вы поймете, почему не стоит применять именно этот Crop to Fill, а лучше все-таки вот с этого начинать работать. Первые галочки у меня все отключены. Никаких увеличений, приближений, никаких вот этих ужасных рамочек вокруг фотографии, никаких теней отбрасываемых на фон. Единственное, что я здесь включаю, это вот эту галочку. И делаю там порядка на 70. Вот 74 тут стоит. Эта галочка делает так, чтобы слайд-шоу не было у нас во весь экран. Кто смотрел мое видео по сжатию фотографий, где я объясняю, что у меня есть папка для печати и отдельная папка для просмотра на компьютере, я там говорил, что очень важно, чтобы фотография не занимала во весь экран. Когда мы сидим перед телевизором и фотография у нас во весь экран, это не очень хорошо. По-хорошему вокруг фотографии должно быть хотя бы небольшое однотонное темное поле. Чтобы больше акцентировать внимание на фотографии, чтобы взгляд меньше бегал по фотографии, она воспринималась целостно. Никаких вот этих вот подписей, надписей, все отключено, никогда ничего нет. То есть полностью весь раздел выключен всегда. Ничего не рисую, не пишу на фотографиях. Здесь можно задним условиям придать какой-то оттенок, цвет, но по-хорошему все-таки, чтобы это просто не отвлекало, чтобы была черная темная рамка вокруг фотографии, либо средний серый какой-то цвет, но на мой взгляд, это только дешевит слайд-шоу. Нормальный черный цвет и никаких ни примесей, ни оттенков, ничего не должно быть, по-моему. Здесь тоже все отключено, все надписи, все это выключаю, отключаю, никогда ничего не рисую на слайд-шоу. И вот папка музыка. Здесь, что очень классно, здесь очень удобно, сделана тема с музыкой, то есть вам не нужно подгонять слайд-шоу под длину песни, оно само автоматически все подстроится. Единственное, что нужно учитывать, что находить такую песню, чтобы она, вот заканчивается песня и музыка заканчивается. Довольно много песен, которые закончились, но в файл еще идет там какая-то тишина, либо еле-еле слышны звуки, но часто бывает, что просто песня кончилась, но еще несколько секунд идет тишины. И если есть такая тишина, то концовка иногда бывает такая корявенькая. Поэтому либо ищите песни, где как только кончилась песня, сразу же обрывается файл, либо в каких-то аудиоредакторах подрезайте так, чтобы не было вообще тишины в конце файла. Нажимаем на плюсик, находим какую-то нам нужную песню, нажимаем ОК, она открывается, у нас здесь показывается длина. Но вот чаще всего слайд-шоу делаю под эту песню, включить ее не могу, авторские права, ютуб. Длина у нее 3,58, то есть порядка 4 минут, и в среднем я стараюсь 45-50 фотографий под эту песню наложить, тогда получается хорошо. Что есть в этих настройках? Мы можем регулировать длину перехода и слайдов, то есть мы хотим, чтобы переход у нас был там полторы секунды между слайдами, как та часть, когда один кадр превращается в другой. Сделали полторы секунды, нажали, он нам показал, что тогда длина слайда будет 3,7 секунды. Как бы много, мы делаем переход чуть побольше, 2. Подгоняем. Он показывает, что длина слайда будет 3,2 секунды, и время перехода одного слайда в другой будет 2 секунды. Чаще всего я стараюсь сделать так, чтобы здесь была приблизительно одинаковая циферка, либо длина слайда чуть дольше, чем длина перехода. Так как музыка у меня плавная и мелодичная, то и важно, чтобы переходы были тоже плавные и мелодичные. Если у вас музыка интенсивная, то возможно есть смысл переходы между фотографиями делать побыстрее. И последнее, что я здесь делаю, это вот эта галочка, она отвечает за движение фотографий. То есть вам не нужно ничего руками настраивать, никакие движения вы настраиваете только скорость. Скорость движения у меня тоже небольшая, примерно вот здесь вот стоит. При скорости движения очень важно понять, слайдшоу не должно вообще отвлекать на себя внимание, никакая анимация слайдшоу, никакие эффекты слайдшоу не должны отвлекать на себя внимание. Слайдшоу должно максимально качественно показать ваши фотографии. Движение должно быть минимальная потому что с небольшим движением выглядит немножечко поинтереснее если вы чуть переборщите с движением то это будет больше какое-то мельтешение чем красивая слайдшоу поэтому незаметное небольшое движение фотографии они будут сами подбираться какие-то плавно увеличиваться какие-то плавно уменьшаться но не выходя вот за эти рамочки тогда получается красиво не бойтесь при рендеринге вот эти рамочки полосочки они все исчезнут все будет хорошо в общем то все просто то есть на самом деле эти все настройки запоминаются и когда и я вставил сюда с фотографии применил пресет в настройках который добавил резкости и клирите немножечко здесь все настроено открыл песню нажал подогнать музыку не забывайте нажим по подгонять музыку каждый раз потому что у вас будут меняться количество фотографий если вы не будете эту кнопочку нажимать то может получиться так что они коряво лягут на музыку и в конце останется либо слайды в тишине либо начнется заново песни и резко прекратится то есть каждый раз нажали fit to music то есть подогнали их под музыку посмотрели чем показывает если там слайды слишком короткие по времени либо слишком длинные чуть-чуть тут пошевелили вправо влево опять нажали все добились что нужно и все отлично движение он тоже замирает то есть я раз методом там проб настроил какое мне примерно движение надо и больше его не настраиваю экспорт видео очень простой нас здесь решают возможности что-то как-то настраивать для людей поковыряться это неудобно раньше мне это не нравилось а сейчас мне это очень сильно упрощает жизнь то есть я вообще ни о чем не думаю ставлю просто максимальное качество нажимаю экспорт и иду куда-нибудь отдыхать в среднем пять минут у меня весит порядка 700 мегабайт то есть слайд-шоу довольно хорошего качества получаются очень хорошие детализации на телевизорах на компьютерах на ноутбуках смотрятся очень круто в общем то здесь просто и чем меньше наш компьютер установлено сторонних программ тем шустрее дольше работает наша система поэтому если уж в лайтруме у нас есть нормальная возможность сделать слайд-шоу мне кажется ни к чему устанавливать еще дополнительные программы для слайд-шоу и плюс тратить довольно много времени на создание каждого из них здесь все очень очень быстро происходит самое главное это подобрать музыку максимально подходящую к паре по музыке есть какой момент можно просить чтобы ребята кидали свою любимую песню но тогда очень важно спросить чтобы они кидали и хотя бы две три а лучше пять песен которые им нравятся потому что часто бывает песня хорошая вроде бы подходит даже под слайд-шоу но на нее тупо не ложатся фотографии то есть смотришь и ощущение что отдельно где-то играет песня отдельно идут фотографии поэтому лучше иметь запас из двух трех четырех песен поэкспериментировать посмотреть что наш к как она ляжет и уже все будет хорошо можно нажать вот кнопку play ведь же сейчас не могу и нажать потому что заиграет песня на которыми нет авторских прав и мой ролик зарубят на ю тубе если вы нажмете эту кнопку play то он немножко подумает и откроет вам то как будет выглядеть слайд-шоу по сути здесь главная функция посмотреть быстрее или медленнее сделать движение фотографии все надеюсь было полезно пишите задавайте вопросы делитесь опытом кто в каких программах делает какие плюсы какие минусы если понравилось буду рад если расскажите друзьям всем спасибо